Обыск в двух структурных подразделениях Одесской областной государственной администрации. С самого утра в чиновничьих кабинетах департаментов экологии ЖКХ работают следственно-оперативные группы. С места событий Алла Есина. В разгар рабочего дня коридоры двух департаментов облгосадминистрации пустуют. Одинокие поломанные стулья, столы. Большинство кабинетов на замке. Работает военная прокуратура. Правоохранители проводят обыски в департаментах экологии и природных ресурсов, а также развитие инфраструктуры и ЖКХ. Я сейчас провожу следственные действия, у меня нет комментариев. В кабинете без опознавательных знаков многолюдно. Молодой человек, скромно наблюдающий за происходящим, спешит сообщить. Помещение, где работает прокуратура, к департаменту экологии не имеет никакого отношения. Позже выясняется, что это и есть временно исполняющая обязанности директора ведомства, а кабинет – бухгалтерия структурного подразделения. Следующий действий на захвалу и следующего судей Приморского районного суда. Криминальное проведение, номер я вам назвать не буду, потому что он очень долго. Номер непотребный? А какая причина там? Господарская деятельность департамента экологии. Руководитель департамента заверяет, такие действия прокуратуры приветствуются. А лично он всячески сотрудничает с правоохранителями. Представители следствия журналистам не рады. Я сказал, я сейчас занятый. В комментариях всей пресс-службе нам все надоело. Вы же сами с нами. Еще одна группа прокуроров работает в кабинете заместителя директора департамента ЖКХ. Прокомментировать причину обыска здесь также отказываются. Я представитель моего прокурора Южного региона. Имя, фамилия? Думаю, что пока преждевременно не помню. Представителей самого департамента ЖКХ в кабинете, где проходит обыск, нет. На месте директора человек, отказавшийся представиться. А кто здесь у нас сидит? Вы понятой. Прокурор заверяет, все действия проводятся по решению суда и не выходят за рамки закона. Следственное действие, которое проводится, проводится со всеми требованиями всех требований в ДНК. И в этом сомневаться мы даже не сомневаемся. Его детали комментировать сейчас не будете. По информации источника Думской, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по делу Татьяны Марченко, экс-ИО-директора Департамента развития инфраструктуры и ЖКХ, которая в конце декабря 2015 года попалась на взятки в размере полтора миллиона гривен. После визита нашей съемочной группы двери чиновничьих кабинетов закрыли на замок. Следить за развитием событий будут Алла Есина, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.